Сегодня нашему земляку, маршалу Советского Союза, министру обороны СССР Дмитрию Федоровичу Устинову, исполнилось бы 110 лет. В честь этого на площади Куйбышева прошел марш Устинова, что стало своеобразной подготовкой к параду памяти 7 ноября. Репетиции собрала около тысячи человек – юнормейцев, кадетов и воспитанников военно-патриотических клубов. Лучшие парадные расчеты, которые будут маршировать в день парада, выбирали члены жюри. Подробнее расскажет Владимир Маркин. И если поход страна позовет, закрой наш родной! Пока это всего лишь репетиция перед парадом памяти, но настрой участников от этого не стал менее боевым. По площади Куйбышева маршируют воспитанники военно-патриотических клубов, кадетских корпусов, школьники и юнормейцы. В этом году парад посвящен оружию победы. На параде участвуют представители федерального, Приволжского федерального округа. Прибывают гости. Это Севастополь, это из Крыма прибудет делегация. На смотре парадных расчетов, которые назвали маршем Устинова, порядка тысячи юных участников. 30 октября Дмитрию Федоровичу Устинову, уроженцу Самары, маршалу Советского Союза, дважды герою социалистического труда, а впоследствии министру обороны СССР, исполнилось бы 110 лет. Очень важно, что сегодня, стоя в этом строю, вы чувствовали глубокую сопричастность к подвигам тех людей, которые стояли в этом строю в 1641 году. Еще раз хочу сказать большое спасибо вам, вашим командирам, преподавателям, которые с вами занимались весь этот период. Впервые парад памяти состоялся в Куйбышеве, столице тыла, 7 ноября 1941 года. С тех пор знаковую дату чтут из поколения в поколение. Сегодня многие впервые делают строевые шаги к историческому событию, а кто-то уже имеет немалый опыт. Для меня это будет юбилейный парад, посвященный оружию победы. Конечно, парад всегда гордость, но парад всегда идут лучше. Вот у нас отобрались с каждой школы, с каждого отряда лучших ребят, и вот лучшие ребята стоят в нашей коробке. 7 ноября на парад памяти в областную столицу приедут участники из 15 регионов страны. А Самару представят те отряды, которые станут лучшими в конкурсе парадных расчетов. Владимир Маркин, Владимир Терентьев, Новости губернии.